Все дальше в историю уходят суровые годы Великой Отечественной войны. Память о своих героических предках и о корнях, связь поколений, традиции и семейные ценности. Выводы уроков истории являются важной составляющей в патриотическом воспитании современной молодежи. Память, которая смотрит на нас со старых фронтовых фотографий и документов, которые сохранили бывшие фронтовики, не дает померкнуть ни одной героической странице истории победы над фашизмом. Сегодня мы должны сделать все, чтобы события тех лет не повторились больше никогда. 17 мая в гимназии нашего города состоялась премьера спектакля «Осколки судеб», который учреждение образования представило на республиканском конкурсе социальных молодежных проектов «Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности». Он является частью проекта «Великая Отечественная война в истории моей семьи». За него на днях гимназия была отмечена дипломом. На сцене школьники, участники образцового театра студии «Современник», но истории, которые звучали из их уст, далеко не детские. Подобрать нужные слова об ужасах войны, сделавших из юношей и девушек маленьких взрослых, практически невозможно. Однако рассказы, которые доносились в этот день до зрителя со сцены, невыдуманные. Они полностью сотканы из воспоминаний. Истории действительно очень и очень такие проникновенные, душевные. Мне кажется, что в каждой семье есть история похожая, либо каким-то образом напоминающая. В спектакле задействовано около 20 актеров. Это ученики вторых, десятых классов. Многие из них и являются авторами тех историй, которые вот в этом спектакле показаны. Большинство костюмов принесли из дома ребята. Очень хорошая костюмерная здесь в гимназии была, так как театр «Современник» уже 35 лет существует. И, соответственно, есть своя база наработанная. Спектакль – это напоминание о стойкости и мужестве наших соотечественников. Чтобы вжиться в образ и достоверно передать тяжелую атмосферу тех времен, юные актеры долго готовились к своим ролям. Смотрели документальные фильмы и слушали военные песни. Естественно, не обошлось и без помощи старших. Родители и педагогический коллектив учреждений образования помогали воплощать истории прошлого на сцене. То, что было показано в этот день, это лишь малая часть реальных событий Великой Отечественной войны, которые нашли отражение в книге Елены Панферовой. Однажды я задумала, что с каждым годом становится ветеранов все меньше. И события эти отдаляются, и скоро мы вообще не сможем ни у кого ничего спросить. И пока есть такая возможность, нужно обязательно поговорить с участниками событий. История должна писаться очевидцами. И в этой книге описаны события, которые касались мирных жителей и участников войны. Поэтому книга двухчастная. Хотелось бы рассказать не только о подвигах, но и о простом человеке. Как он себя чувствовал, как он это переживал. Самое основное заключается в том, что книга не имеет конца. И каждый может принести свою историю своего родственника и вписать страницы. И в перспективе хотелось бы, чтобы это были истории жителей нашего района, а не только гимназии.